Первое десятилетие 21 века Леон зарекомендовал себя как выдающийся французский клуб. Его боялись противники как в чемпионате Франции, так и на европейской арене. Тотальное превосходство в национальном чемпионате позволило им с 2001 по 2008 становиться чемпионами. Но в последнее время Леон потерял свою силу. Количество титулов начало уменьшаться, а игры в главном турнире совсем не стало. Но в этом году Леон наконец показал свою настоящую силу. До последнего именно Олимпик навязывал борьбу богадеям из Парижа. В Леоне собрался боеспособный коллектив с талантливой молодежью и опытными игроками, которые играли за границей. Итог. Третье место, дающее право участия в Лиге Чемпионов. И костным мозгом команды стал уже не юный, но еще молодой Максим Гонолон. Уже в 24 ставшим капитаном самого Леона, пускай после отказа от повязки Лиссандра Лопеса. Гонолон зарекомендовался как надежный игрок, обладающий разрушительными функциями. Но его умение пасовать и нацеленность на ворота соперника часто помогает команде в контроле мяча. Уже сейчас за счет стабильности он выходит на высокий уровень, и не просто так им заинтересованы команды из лучших чемпионатов. А кто-то его видит уже сейчас как сменщика Микеле Артета, с которыми они схожи в манере игры. Но это будущее. А в самом начале Максим и вовсе мог закончить карьер футболиста, так ее и не начав. В возрасте 19 лет перед подписанием первого профессионального контракта выяснил, что Гонолон страдает от заражения крови. Это грозит ему потерей ноги. Но он медленно выздоровел, и в сезоне 9-10 года его перевели в первую команду. Из-за неудач в Леоне изменили и политику клуба, и начали сокращать количество высоких зарплат. И свой шанс в полной мере получил Гонолон. На доверии он начал все увереннее чувствовать себя в роли опорника клуба. Его ум всегда поражал. Он прочитывал ситуацию и принимал очень продуманные решения. Защитники были уверены, что отдав ему мяч, он сохранит и распорядится лучше в первую очередь для команды. Авторитет его рос, и потому неудивительно, что после случая с Лопесом именно Максиму досталась повязка капитана. Он полностью заслужил ее. Один из лидеров по отборам и чистым подкатам. Его очень редко обыграют один в один, а по показателю, по точности передач и вовсе поражает воображение. Физически силен. Передача на дальние дистанции просто имеет функцию самонаведения. Лидерство, уверенность в себе, амбиции, чтение игры и принятие решений в первую очередь в пользу командных планов. Вот потому и есть интерес к этой персоне. Уже сейчас сам Зидан отправил профиль на игрока в стан Мадридского Реала. А все мы помним, что Зинедин просто так бы не стал советовать. Пример Варана еще настолько свеж в памяти. Выходит, что это лето станет по-настоящему тяжелым для Жан-Мишель Ола. Предложения будут и все будет зависеть от размера компенсации. Или... Жан-Мишель хороший друг Арсена Венгера. Но это совсем другая история. А мы пожелаем удачи Максиму Гонолану. Надеемся его увидеть в цветах национальной сборной. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ